Приветствую вас, Аноним. Мне кажется, честно говоря, что ваш вопрос немного некорректно. Ладно, по-моему, что достойно из этой ситуации можно выйти абсолютно любым способом. Тут не нужно гадать, да? Вопрос заключается лишь в том, что считать достойным. То есть, что такое достойный выход? Что по-вашему такой достойный выход? Вот что, пожалуй, важно. То есть, дело здесь не в том, чтобы выйти, а дело в том, чтобы понять, достойное это как, как достойно для меня выйти. Понимаете? И, соответственно, в этом уже направление идти. А так просто получается, что каждый человек, он ведь достоинство по-разному воспринимает. И у каждого человека свои представления об этом, о достоинстве, я имею в виду. Поэтому выйти достойным здесь, на мой взгляд, несколько некорректно. Это первое. Второе. Второе, что хотел сказать. Вы в своем тексте говорите про то, что опять в очередной раз не бросали личный границ. Вот, не защитил их. И, на мой взгляд, если вы опять этого не сделали, как вы выражаетесь, опять? Вот. То я бы сказал в таком случае, что очень желательно разобраться с причинами подобного. То есть, ну, грубо говоря, как получается так, что вы снова и снова, да? Не представляете свои границы. Вот. Лично. Это довольно важный момент. Для вас. вот, соответственно, то, на что вам нужно обратить свое внимание, по моему мнению. Да, поработать с личными границами безусловно, посмотреть в чем сложность выстраивания личных границ, вероятно прожить те моменты, которые для вас болезненные, чтобы они перестали быть болезненными, вот, и, может быть, посмотреть на то, как именно конкретно вас раздражает то, что человек вам пишет, то есть, ну, пишет она что-то, эта женщина, ну, спрашивает она вас о чем-то, эта женщина, ну, как бы и что того, но вас это раздражает, вот, ну, нужно посмотреть и поисследовать, что именно вас раздражает. Вот, в принципе, то, что могу вам сказать. Значит, вполне вероятно, что вы как-то вот выбираете людей, таких достаточно, ну, навязчивых, таких достаточно агрессивных, вот, выбираете таких людей, ну, это опять же нужно смотреть, нужно смотреть и исследовать, потому что сейчас это просто предположение только, вот, ну, как я уже сказал, в основе лежат ваши реакции, вот, раздражение это угроза, то есть вы чувствуете себя, ну, в небезопасности. Вы пишете в дополнение, что я же не реагирую, можно понять, что я не хочу отвечать, это вы судите по себе, ну, что-то у меня не совсем позитивная здесь тенденция. Вот. Вы пишете, что обмажение переносли в более близкие, она мне помогла, поэтому резко обрабатывать мне трудно. Ну, опять же, в чем, знаете, если это занятие, то она вам не помогла, а научила, а если бы вы начали попитываться от нее чем-то, что сейчас обуславливает сложность, ну, сложность разрыва, вот, то это уже вопрос в том, вопрос в ваших потребностях и вопрос в том, в чем вы нуждаетесь, на мой взгляд. Вот. Такой ответ можно дать. Я надеюсь, что это было вам полезно. Желаю вам всего самого доброго, аноним и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...